С 19 по 21 января осадки побьют все рекорды последнего сильнейшего снегопада в два раза и составят 20 мм. Все дело в надвигающемся циклоническом вихре Эфталия. Аномальное тепло будет сопровождаться метелью. Ветер может достигать 25 м в секунду. В пятницу 19 января в регионе прогнозируется метель и температура в пределах минус 6 градусов. В субботу к ней добавится сильный снег и ветер до 20 м в секунду. А в воскресенье снова вернется метель. Но столбик термометра не опустится ниже минус 7 градусов. Действительно у нас в ближайшие дни изменится характер погоды. Так уже завтра мы окажемся во власти очередного циклона. Точнее это все тот же многоцентровой обширный циклон, который пришел к нам из Атлантики. Он будет к нам закачивать теплую воздушную массу. Помимо тепла, аномального тепла, когда дневные температуры будут близки к нулевой отметке, мы получим также обильные осадки. Так все три дня, пятница, суббота, воскресенье, у нас будут идти интенсивные осадки и совокупно за эти три дня мы ожидаем около 20 миллиметров осадков. Для сравнения, последний снегопад, который вырос такой коллапс в городе, он дал всего 10 миллиметров. В эти дни мы ждем 20 миллиметров и это составляет около половины месячной нормы. В эти выходные есть вероятность ограничения движения транспортных средств, общественных, грузовых и, возможно, легковых. А также не исключены отрывы сотовой сети, телефонной связи и спад снега с крыш. Из-за пургии метели возможно снижение уровня видимости на дороге. Поэтому иногда лучшей мерой будет переждать природное явление. Это же касается и пешеходов. Убежищем могут послужить магазины, торговые центры и другие ближайшие здания. Стоит отметить, что вот эта волна потепления, она будет непродолжительной. И уже с понедельника у нас вновь будет морозная погода, чуть ниже климатической нормы. Дневные температуры будут около минус 15 градусов, а ночные еще немного ниже. Дело в том, что, ну, говоря о характере погоды, говоря о том, что вот к нам сейчас начали прорываться такие циклоны из Атлантики, это говорит лишь о том, что у нас восстановился привычный ход процессов погодообразующих. У нас восстановился западный перенос, и он сейчас приносит нам с запада, с Атлантики циклоны. И этот циклон будет не последним. Очевидно, в январе мы увидим еще и следующие баррические образования. Напомню также, что февраль прогнозируется выше климатической нормы по температуре. То есть косвенно это может говорить о преобладании циклонического характера погоды и в феврале. Управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует по возможности не использовать в эти дни транспорт, поэтому будет предпочтительнее оставаться дома, либо быть крайне осторожным и внимательным, соблюдая меры безопасности в таких сложных погодных условиях. Анастасия Лобова, Кристина Отекина, Универновости.